Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии. Меня зовут Лена. Я к вам с новой посылочкой, с новым ароматом. Аромат в этом видео будет один. Я считаю, что он заслуживает отдельного видео. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, давайте же не будем затягивать. Давайте же начнем распаковочку. Посылочка ко мне приехала из интернет-магазина Рандеву. Очень часто проходят различные акции в этом магазине, скидки на миниатюрки, на отливантики. Также на многие ароматы сезонные, несезонные, на отдельные бренды. Всегда вас призываю мониторить. И, естественно, если что-то заказываете на рандеву, не забывайте экономить и применять мой фрамокод на 10% скидочки. Мелочи, но приятно. Скидочка суммируется со всеми акциями, скидками магазина. И действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. И, естественно, в магазине действует рассрочка, оплата частями. То есть дорогие ароматы можем купить и без ущерба для своего кошелька рассчитываться. Все в магазине для нас предусмотрено. Согласитесь, это, как говорится, мелочи, но приятные мелочи. Ну что, давайте же уже начнем. Я сначала, конечно, расскажу предысторию. Я с этим ароматом знакома не понаслышечке. Я сносила отливантик. Мне присылала когда-то этот аромат на слепой затест Алена. У нее канал ванильный. Вы, может быть, заметили в пробничке в этом, да, в атомайзере такая прям красная, вишнево-бордовая такая жидкость. И я вам скажу, аромат этот с вишней. Наверное, уже утомила вас томить. Ой, как он великолепен. Все, давайте, буду уже показывать. Он из пробничка еще пахнет. Я оставила специально вот эту капельку. Она уже превратилась в масло, чтобы не забыть этот аромат. Чтобы напоминать себе, что этот ароматик у меня в виш-листе. И вот пришло все-таки время его заказать. Мне, конечно же, пришли здесь пробнички. Я буду пробовать новые ароматы. Обязательно положили кремушки в подарок. Тут мне, по-моему, смотрю я так, два каких-то крема. Ну, обычно, в принципе, нам кладут либо пробнички духов, либо кремушки. Кремушки у меня вот такие. Это вот у нас, наверное, скорее всего, корейское все. Естественно, очень много пробников, которые мы с вами будем потом пробовать. Я вам буду обязательно рассказывать про них. И сам аромат. Все, как всегда, запаковано. Та-дам! Дорогие мои, это у меня Бедди Кей Парфам Руж Смокинг. У меня не было ни одного аромата этого бренда. А я познакомилась лишь с одним. И сразу же с первого затеста он мне понравился. Это аромат на тему вишни. Давайте начнем распаковывать. О, представляете? А у меня здесь вот так вот отклеено. То есть вторая часть слюды заклеена. Вот этот вот. Ну, знаете, нишевые бренды, они частенько, ну, как говорится, вот грешат такими не особо хорошими запаковками. Ну, слюда я вам скажу. Обыкновенная коробка тоже, по-моему, обыкновенная. Да, совершенно такой вот картонный, наверное, вариант. А, ну, нет, это плотненький такой картончик. Плотненький такой картон. Ну, все такая шашавенькая. Здесь буквы эти все. Они написаны, но так вот на ощупь они еще и выделяются. То есть такой краской нанесены как бы необыкновенно. Давайте же как его открывать. Давайте же начнем. Ну, я вам покажу просто со всех сторон. Все, все здесь надписи, все здесь есть. Даже на следе здесь у нас было вот такой вот штрих-код. В общем, все здесь в идеале. В оригинальности ароматов я никогда не сомневаюсь. И даже думать об этом не хочу. Никогда такого не было. Дорогие мои, давайте же с вами открывать эту красоту. Флакончики у бренда мне тоже очень нравятся. Визуал очень красивый. И жидкость во флаконе. Посмотрите, какая прелесть. Давайте же буду доставать ложемент. Белый такой поролончик. Такой плотный, прям приплотный. То есть аромат в нем стоял. Так вот весь. Ой, ну, хочется, хочется насмотреться мне, конечно же, на флакончик. Ну ладно, буду потом его разглядывать. Такая вот, вот такая, вот такая это прелесть. Какие совершенные грани, да, у самого флакончика. Ну, наклейка бумажная, ну, просто совершенно обыкновенная. Сто миллилитров. Я, по-моему, бренда-то и нету меньшего формата, я сейчас не помню. Ну, все на донышке здесь наклеено, вся информация. Все здесь, все здесь великолепно все есть. Дорогие мои, аромат на тему вишни. То есть какая крышка, какая приятная. Вы знаете, как она гладенько сделана. Здесь выгравировано, что у нас, БДК. Это французский нишевый бренд, я не сказала. Крышка, слушайте, тяжеленная, но не магнитная, а обыкновенная. Но защелкивается плотно, то есть сидит. То есть флакончик можно за крышку спокойненько брать. Я, конечно же, аромат помню, потому что он у меня еще в остаточке есть. Но я распылю. Ой, какое, какое, какое мелкое распыление, дорогие мои. Просто великолепно. Аромат на тему вишни. Но это, мне не кажется, что это направление лоск черри. Здесь нет, вы знаете, вишенки компотной. Здесь нет, мне кажется, вишни уваренной в варенье. Можно сказать, что она уварена до состояния варенья. Джема, но аромат не сладкий. Аромат ореховый. Аромат чуть-чуть дымный. Это вот вишня в дыму. Там, по-моему, у Том Форджи выходила еще какая-то вишня. Вишня, не помню, смоки или какая-то там что-то вишня. Может быть, с тем ароматом он похож. Но на лоск черри он не похож. Здесь вишенка неигривая. Здесь вишенка, вы знаете, не хо-хо, не для девочки-девочки. Это вишенка, на подумать. Здесь очень много дымных ноточек. Мне кажется, даже здесь немножко замшевого какого-то аккорда. Плюс ореховые нотки. Мне кажется, даже как будто бы это вишня в такой какой-то миндальной пудре. Ну, обычно у нас вишня, да, так вот она нам рисуется всегда с миндальной вот этой пудрой. Вот эта дымность, какая-то миндальность, сладости практически нет. Из чего я могу сказать, что аромат 100% унисекс. Я вам зачитаю пирамидку. Вишня, розовый перец, бергамот, черная ваниль, гелиотроп, цветок апельсина, бобы тонка, кашмиран, кашемировое дерево, белый мускус, амброксан, лабданум и чего еще, и фиалка. Но, если честно, я здесь не слышу какой-то молекулярности. Во всяком случае, на своей коже я не ощущала вот каких-то вот этих вот амброксановых ноточек. Ну, они, может быть, добавляют чуть какой-то древесности парфюму. Здесь чувствуется такой древесный, причем даже можно сказать свежий спил. То есть как будто бы на свежий спил дерево капнули вот этим. Я даже бы сказала, это не варенье из вишни, это какой-то ликер, какая-то алкогольность, какое-то вино. Вот что-то чувствуется здесь такое терпкое, какая-то тонинность слегка, ореховость. Вот эта вот терпкость, тонинность вишневого, вишневый такой густой настойки, аромат густой, аромат плотный, аромат томный, аромат такой бархатистый, он обволакивает. Это не летний парфюм, для кого-то он может показаться тяжеловатым, осень, зима, мне кажется, его самое такое время. Ну, я, если честно, летом к нему подходила, но аромат настолько громкий, настолько такой плотный, насыщенный, что обоняя его с пробника, то есть просто его понюхал, у тебя этот аромат на целый день остается в носу. Настолько он густый, крепко заваренный. Просто великолепная вишня. Для меня это красота. Это, еще раз повторюсь, это не аромат для девочек-девочек, это аромат для дам. А уже такой, скажем так, для дамы-начальницы, для дамочки, которая действительно знает себе цену. Просто великолепно. Вот эта вишня, вот этот дымочек, вишня в дыму. Ваниль действительно здесь ощущается, но это не ванилин. Это действительно стручок вот этой вот черной ванили. Дымность, древесность, ореховость, вишневое вино, какая-то алкогольность. Просто, просто аромат завораживает. Дорогие мои, я просто от него кайфую. Вы знаете, здесь даже проскальзывает какая-то легкая сливочная ноточка. Как будто бы здесь есть тубероза. То есть, есть такой, как, знаете, немножко момент какой-то кашки. Вот эта сливочность, какая-то кашка. Вот я не знаю, как это объяснить. Очень красиво. Очень красиво, дорогие мои. Если кто-то не пробовал, а пробнички полтора миллилитра на рандеву есть, можете, если вам понравилось мое описание этой прекраснейшей вишни, можете пробничек полтора миллилитра, заказать, попробовать пожить, побыть, понять, нужен ли вам этот аромат, понравится ли он вам. Ну, это вот просто, это такая густота. Это и пудра. Это, вы знаете, он и обволакивает. И в то же время, я не сказала бы, что этот аромат прижимает, как-то приземляет, как-то вот не хочется от него, знаете, залезть под плинтус, как говорится. Нет. Просто он, скажем так, несет, несет свою носительницу. То есть, он именно дополняет образ, образ женщины или мужчины. Я вполне вижу его, кстати говоря, на мужчинах, но, естественно, это аромат мне, только мне. Это действительно завершающая точка в элегантном образе женщины, такой, которая с гордо поднятой головой. То есть, ну, мне кажется, под этот аромат нужно все-таки подобрать одежду. Бывают такие случаи, что мы не под свой образ, ну, естественно, под свой образ мы выбираем аромат, но если хочется этого аромата, тут уже задумаешься. То есть, джинсики с футболочкой вполне возможно вряд ли оденешь. Красота. Вот эта вот ореховость, дымность, пудровые составляющие. Вишня такая, вот она не слышится мне вишней. Вот не скажи мне в слепом затесте, может быть, я здесь вишню бы и не нашла. Что-то есть какое-то такое, может быть, отсыл к каким-то красным ягодам. Но, ну, вот это не то понимание вишни, это не лос черри, не те вишневые ароматы. Это совершенно по-другому, это свое прочтение вишни в аромат. Так что, дорогие мои, VDK Parfum, Rouge Smoking, наконец-то сбылась моя мечта. Я все-таки следую своему вишнисту. Да, конечно, я иногда отступаю, что-то вижу, на скидках хватаешь, берешь, можно сказать, без разбора. Но все равно потихоньку, помаленечку я собираю именно то, что я себе давным-давно хотела и вишнистик записывала. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вам парфюмочек. Заходите ко мне на канал и увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока.